Встреча с Калугой Встреча с Калугой Надзорные органы проверяют, соответствует ли государственному стандарту транспорт, который перевозит детей. Здесь важны все элементы. Вот такие цитографические наклейки, надпись «Дети», цвет автомобиля. Помимо прочего, в центре внимания огнетушители, звуковые элементы и ремни безопасности. Проверяют также систему эксплуатации транспортного средства. Но самое основное – наличие у водителей юридических документов, позволяющих перевозить детей. Все должно быть законно и безопасно. Мухарбек Астоев работает водителем школьного автобуса. Мужчина отмечает, что часто вывозит детей на различные мероприятия. Признается, безопасность пассажиров для него на первом месте. Мужчина отмечает, что часто вывозит детей. Проверку комитет промышленности транспорта, связи и энергетики. Ингушетия совместно с ГИБДД, транспортной инспекцией и другими надзорными органами начали со школьных автобусов. Мы в рамках поручения главы республики на основании трагических событий, которые произошли под Калугой, где были пострадавшие, у нас оказались и дети, и взрослые, решили провести свое внутреннее небольшое расследование. То есть установить факт наличия всех правоустанавливающих документов, соответственно, техническое состояние транспортных средств, которые перевозят наших детей. Сегодня мы эту работу начали с Министерства образования республики, совместно с участием ГИБДД республики, с участием Ространснадзора. Мы начали работу по проверке соответствия данных транспортных средств тем предъявляемым требованиям, которые были установлены еще в 2013 году, постановлением правительства Российской Федерации. Сотрудники на месте записывают замечания для устранения, а при необходимости составляют протокол. Многие школьные автобусы новые, заводом учтена вся необходимая система безопасности. Сбоку, сзади, спереди. Аптечки. Аптечки, я лжи. Так, огни тужи. Лежат один сзади, один впереди. Я лжи. Все, все, лжи. Важно, чтобы подобные рейды не проводились просто для галочки, ведь самое главное – безопасность на дороге. Она невозможна, если у водителей не будут в полном порядке все документы и эксплуатация транспорта. Рина Сычоева, Новости 24.